Стихийные свалки в микрорайоне Балыково – уже привычная картина для местных жителей. С начала года они добиваются вывоза мусора с отдельных участков. Также с зимы саровчане требуют установки контейнеров от председателя садоводческого товарищества «Красная звезда» и администрации города. В начале зимы их просто убрали, эти контейнеры, и образовалась вот такая свалка. Значит, свалка – это непонятно совершенно, чья это свалка и кто ее должен убирать. То есть, чья зона ответственности. Города ли, потому что здесь поселок, и жители выносят мусор также сюда. То ли это садоводческое общество «Красная звезда» они должны вывозить. В общем, непонятно. Галина Ткачук регулярно проезжает мимо одной из таких свалок по адресу Дорожная, 37. По словам женщины, ситуацию усугубляет то, что мусор расположен вблизи продовольственного магазина, что недопустимо по санитарным нормам. Под палящим солнцем или от случайно брошенной сигареты отходы могут загореться, и тогда пожар затронет все ближайшие дома. Крысы бегают, мы их видим, эти крысы. Мы даже давим машинами, когда проезжаем. Кстати, что еще хочу сказать. Значит, вот свалка до таких размеров разрослась, что скоро здесь не может проехать уже, не сможет просто проехать большая машина. Это может быть и скорая помощь, и пожарная машина. Мы, соседи по даче, они обращались к председателю нашему, к Шестакову. Значит, нам обещают постоянно убрать этот мусор. Ну, извините меня, когда это будет? Председатель садоводческого товарищества Валентин Шестаков утверждает, что места сбора мусора в Красной Звезде изначально не были предусмотрены. Контейнеры, которые раньше стояли в Балыково, относились к городскому имуществу. После того, как их убрали, остров встали вопросы, куда выкидывать мусор и как его убирать. Администрации, как собственник этих земель, документов у нас на землю нет, на проезда. То есть они должны определить места сбора мусора. Когда будут определены места сбора мусора, тогда уже будет заключен договор с МСК МТ или с кем-то там на вывоз мусора. По информации от администрации города, в начале июля некая частная организация заключит контракт с региональным оператором. Свалка будет ликвидирована. В Балыкове снова установят контейнеры и вывоз мусора будет регулярным. Выполнят ли власти свои обещания? Скоро узнаем. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова